Награды нашли своих героев. Памятный знак Куйбышев запасная столица на этот раз вручали жителям Сызра. Нечествовали ветеранов и тех, кто ведет активную патриотическую работу. Подробности в нашем сюжете. Переживший военное детство Борис Парамонов сохранил оптимизм и готов всегда делиться с окружающими хорошим настроением. Про те годы вспоминает. Жили хоть и впроголодь, но заводы не простаивали ни минуты. Наравне со взрослыми работали и дети. Война больше мне запомнилась тем, что жили мы очень-очень плохо. Не есть, не пить, не одеть, не будет, практически не было. Осенью ходили собирать по полям мерзлую картошку. Конечно, вклад Куйбышева, в том числе, и не только Куйбышева, а всей Самарской области, огромнейший вклад был внесен. 50 лет работы на железных дорогах. Стаж Бориса Парамонова. Это как раз тот случай, когда человек не словами, а делом служит примером патриотизма для молодежи. Бориса Парамонова вместе с еще 18 земляками в Сызрани наградили почетным знаком Куйбышев «Запасная столица». Утвержденный губернатором, он вручается ветеранам и тем, кто активно участвует в патриотическом воспитании. Почетное право вручать награды своим землякам было предоставлено депутату Самарской губернской думы Евгению Серперу. Знак разработан очень хороший и правильный, своевременный. Учрежденный нашим губернатором Николай Ивановичем Меркушкиным. Куйбышев был запасной столицей и много наших соотечественников ушло на фронт. Более 500 тысяч человек. И практически половина наших земляков не вернулась. И практически нет таких семей, кого не коснулась эта трагедия. И сегодня очень важно, во-первых, еще раз уделить внимание нашим ветеранам уважаемым, поздравить их. На лицевой стороне памятного знака Куйбышев, запасная столица 75 лет, изображен знаменитый штурмовик Ил-2, собиравшийся на Волге и ставший одним из символов Великой Победы. Только в Сызерне медаль получат около 5000 жителей. Мария Акимова, Алексей Гриднев, Новости губернии.